уважаемые инвесторы 6 августа 24 года на экране валютная пара доллар к российскому рублю и с д и рубль часовой фрейм в часовом фрейме здесь я вижу принципе сильный сигнал на продолжение тренда то есть вниз дальше вниз вот вы знаете мой глобальный прогноз те кто смотрят в первый раз можете пересмотреть все там прогнозы на ю тубе в telegram канале в telegram канале они кстати в первую очередь публикуются дам вот и вообще пора по рублю разворот если так быстренько рассказать разворот где-то вот здесь я но не разворота простите коррекцию я ждал приблизительно в апреле 23 года а вот но здесь ее не произошло ничего страшного мы все равно придем к этим целям ничего страшного абсолютно тут кто-то думал что рубль доллар будет по там по 200 рублей а вот но мечтатели всегда будут останутся вот так что мы с вами будем оставаться реалистичными я по крайней мере реалист вот и рассказываю вам объясняю вам то что мне показывает график чистой воды математика чистой воды цена закрытия вот меня не интересует там какие-то остальные новости вот я могу в принципе новости предсказать смотрите вот так рублю давайте я зайду в терминал инвестиции вот вот так у меня здесь просто поменьше будет поменьше будет всякая информация смотрите если сейчас от нынешних позиций допустим цена каким-то образом неважно полезет вот вверх грубо скажем да там к отметке там сейчас неважно 105 110 100 до то есть вот тут россия будет испытывать очень такие ну негативные внутри стороны новости или как это сказать да вот то есть если будет вот такой нет я его сделаю серым цветом я его не рассматриваю да то есть нужно просто понимать что случится вот поэтому если вдруг доллар действительно дальше будет расти что я не не вижу в этом никакого смысла то тогда но будут такие очень нехорошие новости и для инвесторов и вообще для внутри стороны вот скажем возьмем внутри экономические вот эти какие-то там до проблемы или там передряги какие-то вот но но все как вот сейчас указывает в принципе сейчас вот все красиво когда стенковым с этим тупым работаешь с т-банком тут надо постоянно вот это подергать потому что линии постоянно наперекосяк они танцуют все эти линии так воды здесь получается в принципе вот здесь есть очень хороший сигнал на коррекцию то есть я уже от этих чисел ожидаю неважно медленное немедленное снижение то есть я уже ожидаю снижение к отметке 80 рублей все то есть это вот у нас будет такая вот первая цель это может произойти довольно быстро да это фондовый рынок он сегодня новости пришли через два-три дня мы уже будем отметки 80 вот то есть это так нужно произойти вот поэтому нужно просто понимать куда мы движемся вот и все вот далее глобально я всегда буду повторять глобально вообще если посмотреть на несколько лет вперед на десятки там да на 10-15 лет вперед вот я уже говорил и не отступлю от своего слова а вот тут значит на отметке так на отметке там 35 40 рублей тут лежат незавершенные контракты да то есть незавершенные контракты это когда рынок взял обманул всех вот все все инструменты все 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 там указывает там вниз а рынок пошел вверх на например вот он чиханул на всех и все вот то есть что это значит незавершенный контракт это значит что цена сюда придет хотите вы этого не хотите нравится вам пока прогноз не нравится понимаете я не для я прогноз делаю там не для того чтобы кому-то что-то понравится каких-то собрать каких-то кучку несколько сотен тысяч этих подписчиков которые там будут мне там что-то писать мой как классного и как это как хорошо мне это не нужно то есть я просто напросто делаю прогноз для тех людей которые терпеливые во первых которые чуть-чуть немножко хотя бы следили уже за моими прогнозами вот они в принципе и в принципе и должны понимать и по ним но я пытаюсь помочь людям с какой-то точки зрения защитить их капитал потому что зная куда пойдет бакс на вы должны понимать куда пойдут акции сбербанка лукойла роснефти и так далее на то есть логично да я ну как бы я думаю я внятно изъясняюсь да то есть вот ну и естественно если мы пойдем вот этим сереньким путем да то естественно нужно понимать куда пойдут акции там сбербанка опять да но это ненадолго понимаете от ненадолго на полгода вперед на год вперед давайте если вот действительно вот так возьмем отсюда момент 85 дней 90 дней да ну то ну я бы сказал бы там максимум 200 дней ну да максимум вот это максимум год я бы дал все ну то есть еще год может быть россия плохо поживет будут какие-то новости скажут там знаете там будут такие сказки там рассказывать покупайте это покупайте то вот и люди как дикие по побегут в эти как они там в магазины там скупать какую-то ерунду которая в итоге потом будет ну не нужно понимаете да вот поэтому нужно события вот эти как бы понимать и все и дальше уже будет ясно вот пока трудно вообще у меня вот здесь еще есть поддержка на отметке 72 рубля далее у нас предельный уровень фиба указывает на 67 рублей я сейчас ничего особо спрогнозировать так не могу но в принципе в принципе в сейчас так но в принципе вот на отметке 72 рубля 39 копеек грубо скажем ну где то вот здесь да то есть вот это вот эта зона то есть цена может и сюда провалиться то есть отсюда можно будет уже рассматривать покупку потому что естественно она сейчас не провалится сюда куда я сказал глобально да то есть это же надо ну тоже быть реалистом вот естественно такого не случится то есть даже если там цена сюда провалится к отметке там 72 она здесь уже там опять отрастет все опять будут верить в доллар бла-бла-бла потом потом мы опять куда-то уйдем понимаете прогноз нужно будет делать постоянно это может быть все не непредсказуемо глобально вы уже видите понимаете куда идет если мои последние прогнозы посмотреть по баксу вот эти вот этот момент вот отсюда вот вот отсюда это было вот где-то скажем август 23 года вот от этих моментов уже посмотреть там есть прям красивые моменты где прям цена двигалась да ну то есть я следил прям за баксом и вот прям чертил именно те моменты как как которые я представляю которые я предвидю предвижу да то есть вот ну и здесь получается вот такая ситуация так ну да да и здесь я вижу только вниз вот тут я вижу вниз здесь тоже зашел пробой за это часовой фрейм внимание здесь я вижу что цена пойдет вниз на 86 рублей 25 копеек простите отсюда цена с большой вероятностью попытается там какой-то рост возможно у нее будет а там потом она опять там вниз пойдет это вот такой вот еще такой возможно варианта так далее сейчас я скажу так далее у нас получается далее у нас возможный вариант отскок от 85 рублей 65 копеек приблизительно да она уже сюда не пойдет цена вот к этой по этому сопротивлению которым не указано в большой вероятности так на 88 приблизительно остановится на и и пойдет вниз потихонечку вот и все вот смотрите тут дело не в патриотизме очень многие думают что вот я много в комментариях читал не только у себя там у других тоже читал очень много комментарий что мечтай дальше что такого никогда не произойдет бакс никогда не будет там столько-то стоить ребята поверьте будет будет знаете почему потому что масса масса людей толпа людей 95 процентов населения верят в то что лучше держать деньги не в рублях а в баксах понимаете на или там в евро или там хрен знает в какой валюте да вот то есть масса вот эта масса вот а рынок зарабатывает и загибает кого он в основном зарабатывает на массе поэтому всю эту массу обманут да вот и вообще знаете вот нужно понимать что есть такие вот в новостях там где-то говорят допустим да ребята не покупайте бакс или не хотя не в новостях это это вот тинькофф т-банк тут пишет да типа вот инфраструктурные риски возможно ограничение по иностранным валютам то есть вот это нужно вот этого нужно прислушиваться да кто-то думает да фигня это все нафиг блин чё я буду слушать этого там брокера где-то где-то до банк все равно пишет правду то есть они уже понимают что чем дело пахнет дело пахнет керосином поэтому они людей предупреждают потом не будет такого знаете что вы там потеряли все свои сбережения в баксах а вам скажут чувак прости в чем мы можем сказать тебе что ты дурак и все ну блин мы тебе 10000 раз говорили у тебя везде информация вот здесь висела да то есть а ты там до сих пор верил в бакс но блин чувак сам виноват и все до свидания как бы кто тебе что там будет доказывать вот и все вот поэтому по баксу ситуация серьезно по евро тоже самая ситуация потом можно будет тоже еще раз перепроверить вам видите эти линии прыгнуть постоянно на ты банк тупит вообще реально просто у меня задолбал своими вот этими недочетами так ну что еще могу сказать больше пока ничего не могу сказать ну единственное какой сценарий я еще сейчас замечаю возможно это будет вот такой сценарий по серому и и вот здесь будет разворот вот так вот так он там грубо скажем так так и тогда ну приблизительно то есть это вот еще такой сценарий вот по серому пойдет чуть-чуть вверх до отметки там 92 грубо скажем да да отметки 92 да вот здесь будет это максимум максимум что я действительно вижу вот и все вот почаще буду снимать потому что это важно но во первых для того чтобы те кто допустим не наткнулись на старое видео я просто буду снимать заново да чтоб людям люди где-то наткнулись и поняли что вот возможно кто-то прислушается да ну то есть те кто уже долго на рынке да там хотя бы год-два-три они естественно то прислушаются они то поймут новички новичкам все еще до лампочки они у нас самые крутые вот как я пришел на рынок да и на всех чихал я вообще самый умный ворон баффет вообще все все пошли вообще лесом вот так что не подступиться было ко мне вот так что сами принимайте решение там уже что там как вот уважаемые инвесторы если и вы инвестируете в акции россии сша гонконга криптовалюта металлы валютные пары то подписывайтесь на телеграм youtube тик ток и инстаграм-каналы так как каждом канале разная одновременно полезная информация с помощью которой вы сможете спасти свой капитал при умножить а даже зависимо от стратегии удвоить или утроить свои деньги